Ирина Камышева Ирина Камышева Проснулся от шума в соседней комнате, зашел туда, подошел к двери, услышал, что что-то не так. Чуть-чуть прикрикнул, оттуда выскочили пять человек. Я видел пятерых. С железными трубами, дубинки. Ну и тут получилось все очень быстро. Я сознание быстро потерял, потому что били сильно. Павла избили, когда тот потерял сознание. А вот Константин Бармен все запомнил. Мужчине железными трубами ломали руки и ноги. А тут уколы. Башка у меня в трех местах пройдет. Сломанная. Как ковер мне выбивать начали. Били бедно устали, передохнули. Я спросил у них, за что лупить это хоть? Может хватит? Говорю. Они дальше давали мне бастить. Потом спросили, где Пашка? Я говорю, а я откуда знаю, где хозяин? Говорю, нету Паши. И еще за это еще плюс. Папах, несколько палок. И все, по-моему, там, как напряжался, батарея выключилась. И все. Потом они вышли, я под кровать залез. Потом кто-то зашел. Я хотел сотку найти. И нет сотки. И сотку, видно, забрал. И все. Фермеры чудом остались живы. Одному из работников удалось вызвать скорую и полицию. Одному удалось спрятаться, убежать. И он, у него телефон не забрали, и он смог позвонить и вызвать скорую. По словам потерпевших и их родственников, кто совершил это нападение, всем известно. Это, говорит, Алишер. Это, говорит, его, говорит. Его, говорит, бандиты, говорит. Я приехал от увиденного, был в шоке, если честно. Все в крови, все побитые, все в крови. Тут полиция катается уже два часа. Со слов их узнал, то, что налетели ребята. Так понял, что вот некоторых узнали. Это Алишер Калимбетов или Кулембетов со своими родственниками или там с друзьями, с кем, я не знаю, полиция разбирается. Подозреваемого Алишера Калимбетова, занимающегося частным разведением лошадей в селе Блистанцы Карьерная, знают не понаслышке. Он давно наводит страх на местных жителей. Люди боятся выходить, потому что не единичный случай, когда подъезжают его эти братья, останавливают и, в общем-то, угрожают. И, видите, получается так, что, в общем-то, уже нагло заходят в дом, там, если кто-то будет писать заявление там или еще что-то, то они обязательно будут принимать меры. Эта женщина не побоялась сказать все на камеру. Другие же из собственного горького опыта посчитали нужным остаться инкогнито. Они угрожали мне, мол, если ты будешь выпендриваться, ты здесь жить не будешь, тебе еще здесь жить. По словам потерпевшего Павла Алексеева, полиция особо не интересуется этим делом, хотя правоохранительные органы Тимиртау хорошо знают подозреваемого Алишера Калимбетова. Так, полиция ко мне приезжала. Полиция, ну, я еще не в состоянии был. Сказали, что приедут завтра. И больше уже в течение трех дней никого не было. В Восточном отделе полиции города Металлургов уверяют, подозреваемый уже объявлен в розыск. Ну, я знаю, что дело в Огольном, что мы ищем этого Калимбетова, пока не задержали. Ну, это уже точно нормально, да? Ну, вот, да. Потерпевших такой ответ стражей порядка не устраивает. По словам родных пострадавших, к ним поступают звонки от Алишера Калимбетова, тот угрожает им расправой. Звенится ли дело с мертвой точки по факту нападения, неизвестно. Корреспонденты Первого Карагандинского будут следить за ходом событий. Амина Смакова, Сергей Высокосов, Ужас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Крупный штраф придется заплатить владельцу кафе «Ваниль» за продажу алкогольной продукции без лицензии. Партию элитных спиртных напитков во время рейда изъяли сотрудники налоговой. Отметим, что с начала года налоговики выявили более 130 фактов реализации алкоголя без лицензии. На общую сумму свыше 7 миллионов тенге. Кафе «Ваниль» визиту сотрудников налогового департамента было явно не готово. На витринах бутылки с горячительным лицензий на продажу нет. Имеющийся алкоголь переписали в ведомость, составили акты и оставили на ответственное хранение. Собранные материалы по делу будут переданы в специализированный административный суд. За нарушение владельцу кафе грозит штраф от 30 до 40 месячных расчетных показателей. В ходе проведения тематической проверки в кафе «Ваниль», которая находится по адресу проспект Бухаржирау 6, было установлено, что в этом кафе продавали алкогольную продукцию без соответствующей лицензии. В результате проведенных мероприятий описаны 117 бутылок алкогольной продукции на сумму 344 тысячи тенге. По данному факту возбуждено административное дело за занятие предпринимательской деятельности без лицензии. Привнемся на короткую рекламу, не переключайтесь, далее все самое интересное. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Впервые в Караганде с 5 по 20 октября Большой Московский цирк представляет. Лед, вода и огонь на острове Грез. Единственное в мире шоу гепардов. Смотрите и наслаждайтесь. Телефон 8777-04-47-127. Найти светлый и красивый бутик – не проблема. Найти просторный офис для бизнеса – не вопрос. Найти большой и надежный склад – нет проблем. Все это здесь, в новом торговом доме «Тумар». Мы предлагаем мясные продукты, рыбу, овощи, фрукты, канцелярские товары, посуду, моющие средства, сувениры и многое другое. И еще у нас большая удобная парковка, домашняя кухня, где можно быстро и недорого перекусить. Торговый дом «Тумар» – это ваш талисман удачи. Мы находимся по адресу улица Молокова, 108. Продуктовая корзина и денежная помощь ко дню пожилых людей. Аким Городомиром Смогулов поздравил пенсионеров с праздником. Спасибо большое. Может сюда хотя бы побеседуем? Побеседуем. У меня есть кое-что показать вам. Василий Кузнецов – ветеран Великой Отечественной войны. В послевоенные годы долгое время работал в сфере энергетики. Сегодня пенсионера поздравил лично глава города. Разговор по душам дополнил презент от городских властей. Продуктовый набор и денежные средства в честь праздника. Дарья Сылханова перешагнула 100-летний рубеж. В этом году долгожительнице исполнилось 103 года. Женщина в бодром расположении духа, на здоровье особо не жалуется. За пенсионеркой ухаживает вся ее большая семья. А сегодня с подарками ко дню пожилых людей пришел Аким Мейрам Смогулов. Навестил глава города и ветерана педагогического труда Нину Ермекову. Ей сегодня исполнилось 90 лет. По этому случаю ценный подарок – широкоэкранный телевизор и букет красных роз. В целом по городу никто сегодня не остался без внимания. Руководители предприятия начали эту акцию посещения на дому, приглашения на предприятие. Буквально в течение недели. И эта работа будет продолжаться еще всю эту неделю. Поэтому никто не останется без внимания. Каргандинские депутаты тоже не остались в стороне. Десятки ветеранов со всего города принимали поздравления от народных избранников. Чествовали пожилых в горно-индустриальном колледже. Великовозрастный, но молодый душой. Карагандинские ветераны – они такие. С Днем пожилых людей, пенсионеров поздравили депутаты. Богатые столы, концертная программа – так мало нужно старикам, чтобы почувствовать себя счастливыми. Я уже пять дней волнуюсь, как попасть на этот праздник. Как я довольна. Я счастлива, что о нас думают. Что еще мы нужны кому-то. Спасибо вам за все. За все ваши старания. Самое главное – наблюдаешь за жизнью по-новому. За молодежью за свою. Вот видишь, внуков видишь, правнуков видишь. Это счастье. На праздничный обед пришли не все. Кому-то не позволило здоровье. Их депутаты поздравят на дому. В качестве презента – продуктовые наборы со всем самым необходимым. Но и куда же без теплых слов пожеланий. Сегодня праздник. Праздник не пожилых людей, а праздник ветеранов. Праздник мудрости. Низкий вам подгон за наш труд. За то, что вы всегда помогаете. За то, что вы молоды душой. Душа у вас у каждого молода и светла. Вам здоровье, счастье. Оставайтесь всегда рядом с нами. И радуйте нас. Будьте здоровы, будьте счастливы. Самые долгие-долгие лет вам жизни. Отметим, что поздравляют людей преклонного возраста народные избранники ежегодно. Каждый в своем избирательном округе. Вечер подытожили душевные песни «Игра на гармоне». Кроме того, представители старшего поколения ждали подарки от депутатов. Виновники торжества получили продуктовые наборы. Ирина Камышо, Ужас Габасов, Первый Карагандинский. Чествование пожилых людей прошло в Казабибийском и Октябрьском районах. Местные главы преподнесли пенсионерам подарки и пожелали долгих лет жизни. В ресторанах Караганды были проведены приемы ветеранов труда, почетных граждан города, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. Праздничные обеды сопровождались концертной программой. Особые слова пожелания прозвучали от Акима района имени Казбек-Би и главы Октябрьского района. Все достижения на сегодняшний день – это опросы правды, заботы, школы, больницы и многие элементарные условия выхода – это результат вашего года, результат работы старшего нашего поколения. За это вам огромное спасибо. Это все люди, которые своим трудом, всеми своими делами доказали, что это в любой момент, в любое время можно делать все хорошо, и тогда город наш будет процветать. Стихийная торговля обрела цивилизованный вид. Прилавки для дачников появились в Октябрьском районе. Таким образом, местные власти хотят улучшить внешний облик города и оказать содействие местным товаропроизводителям. Торговые точки установили на рынке Горняк, что в Майкудуке. Теперь для местных дачников созданы все условия для удобной, а главное – безопасной торговли. Обустроены прилавки с навесом – серьезное подспорье торговли с земли. Аренда за место не взымается. Главное, чтобы продавцы содержали точку в чистоте и порядке. На сегодняшний день по становлению Акимата города Караганды определено 7 мест для реализации дачной продукции. Все эти места в дальнейшем планируется благоустроить и установить такие же прилавки. Я хочу поблагодарить Акима нашего Октябрьского района за то, что он сделал для дачников самое доброе, что отметил, нам такие сделал навесы. И сегодня, в данное время, очень приятно было постоять и поработать на этих прилавочках. В Караганде впервые прошел турнир по стрит-воркауту. Это новое физкультурное движение. Другими словами, физические нагрузки на свежем воздухе. В соревнованиях приняли участие спортсмены со всего региона. Выбирали самых ловких и сильных – судей из Астаны и Украины. Репортаж Алина Акбаевой. Стрит-воркаут – это разновидность физкультурных занятий на турниках, брусьях и других снарядах. Это новое спортивное направление успело завоевать сотни тысяч приверженцев во всем мире. Караганда не стала исключением. Сторонников стрит-воркаута в городе уже около 500. У нас есть много номинаций. Сегодня будет номинация «Силовые элементы фристайл». Человек выходит, и мы оцениваем его артистизм, сложность его элементов, чистота элементов, так как он подходит к выступлению и так далее. Будут устанавливаться рекорды Караганды по переднему вису. Это такой элемент – выход на две руки количество раз. Будут рекорды устанавливаться. Ярославу Мельникову 16 лет. На турнир он приехал из Тимиртау. В стрит-воркаут его привел друг, и уже год парень занимается этим видом спорта. Мне посоветовал друг примерно 10 месяцев назад, сказал, что есть такое движение, как стрит-воркаут. И я посмотрел видео, мне очень понравилось, и я начал сам заниматься этим спортом. Казахстан входит в 12 стран мира, в которых проводится мировой чемпионат по стрит-воркауту. В областных соревнованиях участвует 17 человек. Судьи из столицы и за рубежа будут оценивать спортсменов по нескольким разновидностям упражнений. Мы являемся представителем слит-воркаута в Казахстане, в общем. Сейчас у нас идет тур по Казахстану. Первый тур провели в Актал, приехали в Караганду. Будем проводить также в Алмате, в Талдыкургане и так далее. В их городах, областях, регионах, районах, можно сказать. Это вообще вид спорта для чего? Пропаганда здорового образа жизни. Это доступный спорт. Просто во дворе, на турниках, на брусьях вести здоровый образ жизни. Также ментально развиваться. Есть разные дисциплины. Из них самый главный официальный – это фристайл, сложные элементы. В нем спортсмен должен за три минуты показать свое мастерство именно в силовой дисциплине. Ну, там могут быть воображения. Спортсмен сам придумывает. В Центральном парке культуры отдыха города Караганды по заказу областного центра формирования здорового образа жизни молодежное крыло «Красотан» партии «Нуротан». Совместно с различными общественными институтами и правительственными организациями, в том числе с заводом металлоконструкции «Мистальком» проводим первый областной чемпионат по новому виду уличного спорта – стритворкаут. Победители награждены ценными призами и почетными грамотами. Организаторы обещают сделать турнир традиционным. В Караганде обсудили вопросы трудовых конфликтов. Накануне состоялся семинар, участники которого обменялись опытом по предупреждению социальной напряженности и разрешению социально-трудовых споров. В семинаре приняли участие представители Министерства труда и социальной защиты, местных исполнительных органов, работники предприятий региона, общественных организаций и многие другие. Основной темой обсуждения стали вопросы разрешения коллективных трудовых споров и профилактика социальных конфликтов Карагандинской области. Здесь же представили карту социальной стабильности, которая выявляет ошибки в работе в коллективе. В 47-летнюю годовщину отметила воинская часть 54-51. На торжественный вечер, посвященный этой дате, были приглашены ветераны войны и труда и общественность города. Охрана общественного порядка. Это общая характеристика задач, стоящих перед оперативным полком внутренних войск Республики Казахстан, который был образован 47 лет тому назад, 30 сентября. Сегодня воинская часть 54-51 имеет славные боевые традиции. Военнослужащие этой части участвовали во многих операциях, проводимых не только в Казахстане, но и на территории бывших союзных республик. Ликвидировали последствия землетрясения в Ленинакане, наводили порядок в Баку, в Тбилиси, оказывали помощь в тушении пожаров в Каркаролинском районе. Так что понятие охрана общественного порядка не совсем полностью раскрывает задачи, выполняемые военнослужащими этой части. На сегодняшний момент личный став выполняет службу в семи районах города Караганды, обеспечивает охрану общественного порядка и безопасности на улицах города Караганды. Также личный став привлекается к проведению тактико-специальных учений, проводимых департаментом внутренних дел и департаментом комитета национальной безопасности по Карагандинской области. На торжественном собрании, посвященном 47-летней годовщине, были отмечены лучшие солдаты и офицеры части. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. На этом у меня все. Напоминаю, телефон новостной службы 1-го Карагандинского 420649. Звоните, если у вас есть интересная информация. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Аман Саубовсда.